Всем привет! Сегодня небольшой видеоблог о том, как я записываю музыку у себя дома. Мне уже задавали вопросы о записи, об инструменте, который я использую. Ну и надеюсь, информация будет полезна для вас. И вы сами сможете записывать себя, а потом прослушивать свое же исполнение. В детстве у меня был советский магнитофон. Он записывал звук. Ну, какие-то были модели записывали, какие-то нет. Вот у меня как раз был записывающий. И на него я уже начинал себя как-то пробовать записывать. Какие-то тюды, какие-то экзерсисы, какие-то произведения, в общем, с музыкальной школы. И было всегда интересно, как оно все звучит, хорошо ли я играю. Качество звука, конечно, оставляло лучшего. Был нужен микрофон, а я записывал прямо вот как есть. Там внутри был микрофон в этом магнитофоне. Так оно вот, так записи и шло. Ну, и сейчас все, в принципе, стало очень доступно. Микрофон даже и ни к чему. Потому что, если вы записываете синтезатора, это не нужно. Нынешнее качество тоже, конечно, утомляет. И хочется живого звука. Ведь рояль звучит, сами знаете, как красиво. Но синтезатор не надо настраивать. Звучит все всегда чисто. Приятный хороший звук. А живой инструмент требует больше усилия в хранении, в настройке, да. Ну и прочих каких-то моментов, о которых сейчас я не буду говорить. Ну вот, инструмент Yamaha Arius YDP-162. Ну, такое название интересное. Какой-то космический корабль. Ну, вполне приличный инструмент для дома. Игры классики, джаза для импровизации. Есть несколько видов инструментов тут. Скрипки, электропиано, орган. Ну и вообще, самое главное, конечно, фортепиано. Здесь три звука на выбор. Кому как понравится. Для записи мне нужен вот сам инструмент. Ну, синтезатор, концертный синтезатор. Потом пара джеков, которые идут в отдельную аудиокарту. И затем из этой карты идет шнур USB в ваш компьютер. Или ноутбук. Ну, что у вас есть? У меня ноутбук. Но также можно вывести звук в ваш компьютер сразу через шнур USB синтезатора. Но я так не пробовал. У меня идет через отдельную аудиокарту. Ну вот, звук уже идет в компьютер. Теперь нужна нам программа для его записи. Существует их большое множество. Ну, я привык к NUENDO 4. Вот такая домашняя, можно сказать, студия для записи качественного материала. Но есть еще одно но. Как звучит сам звук, да? Тут, конечно, его еще нужно обработать. Сюда накладывают реверберацию, дилей, убирают какие-то частоты. Все делается на ваш вкус. Потому что сам по себе записан сэмпл и идущий синтезатор, он не всегда качественный. Ну, к примеру, у Yamaha звук звонкий. Очень звонкий. И, как помню, у Casio почти такой же. Кажется, даже еще звонче. Но есть инструменты, которые уже звучат, ну, почти как реальные фортепиано. У меня еще есть синтезатор Kurtzweil. Вот он достаточно качественный инструмент для концертных выступлений. Его как раз можно увидеть на ведущих концертных площадках. А у Yamaha рынок, он больше подходит для домашнего музицирования. И этот инструмент покупает для дома. Ну, вот, наверное, и все. Все рассказал, в принципе, про свои записи. Записывайте себя. Это нужно и, конечно, полезно. Вы должны сами себя слышать и оттачивать свой слух. Все. Всем пока-пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok